Делаем несовершеннолетних Делаем несовершеннолетних Делаем несовершеннолетних В том числе, если выявляются признаки необходимости данной работы, то есть если мы видим, что родители не справляются с воспитанием, что может негативно влиять на ребенка, либо школа характеризует, что у ребенка есть поведенческие проблемы, тогда комиссия принимает решение и подключаются те ведомства, которые необходимы для конкретной ситуации, для решения проблем в конкретной семье. Какие это могут быть ведомства? Это психологи, полиция, может быть? В обязательном порядке включается полиция, подключается управление социальной защиты населения, если необходимо, обеспечение материальной помощи семье, подключаются психологи, педагоги образовательных организаций, также может подключаться социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, гармония, которая у нас действует на территории города, также психоневрологический диспансер и иные субъекты в зависимости от выявленных проблем в семье. И вот как долго комиссия может вести эту семью? То есть это может быть месяц, два, год, десять лет? Если мы говорим о несовершеннолетних, в зависимости от степени виновности ребенка, от того правонарушения, которое он совершил, индивидуальная профилактическая работа может проводиться от трех месяцев и до окончания той необходимой помощи, в которой семья нуждается. На сегодняшний день у нас на учете стоит, например, 64 семьи, находящиеся в социально опасном положении, и из них более 24 семей, которые стоят более года. Есть семьи, которые стоят более 10 лет. То есть все зависит от того, в какой ситуации находится семья или несовершеннолетний. Если мы говорим о несовершеннолетних, то чаще всего в течение года проводится большой объем работы, и по окончанию года практически большая часть несовершеннолетних с учетом снимается. А бывает такое, что семья вообще категорически не хочет идти на контакт с комиссией? Не могу сказать, что такое бывает. Вот категорически именно. Конечно, это для любой семьи неприятно вмешательство иных структур, но семья, присутствующая на состоянии комиссии, она слушает рекомендации комиссии, понимает, что это необходимость. И необходимость в первую очередь для того, чтобы ребенок повторно не совершил правонарушения и понимал ту степень ответственности, ту степень вмешательства других субъектов, для того, чтобы в дальнейшем каким-то образом себя откорректировать и уже не попадать в эту эстезию. Вот понятно, что под надзор попадают дети, которые, может быть, совершили преступления какие-то. А если, например, ребенок систематически не посещает школу, это может являться основанием для того, чтобы взять его под контроль? Это также является основанием, потому что часть первая статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях указывает на то, что родители обязаны обеспечивать обучение своего несовершеннолетнего ребенка. И если ребенок уклоняется от обучения, комиссия рассматривает административный материал по данной статье и также несовершеннолетний ставится на учет за уклонение от обучения. А с подростками, которые сбегают из дома, вы тоже работаете? Конечно. Это также категория, которая нуждается в сопровождении. Ну вот все-таки, насколько я понимаю, есть разница между периодическими уходами из дома и между бродяжничеством? Ну, периодически, смотря с какой периодичностью вы рассуждаете, да? Бродяжничество, конечно, это, ну вот с моей точки зрения, это все-таки уже диагноз, склонность к бродяжничеству, который выставляют специалисты психоневрологического диспансера. На сегодняшний день на учете таких несовершеннолетних не числится. Есть самовольные уходы из дома, они фиксируются как самовольные уходы из дома. Также рассматривается необходимость проведения работы с данной категорией детей. В отдельных случаях, если ребенок раскаивается и совершил данный поступок, не думая о последствиях, несовершеннолетний может передаваться под надзор родителей, но в любом случае наблюдение со стороны специалистов школы обеспечивается. На сегодняшний день в течение текущего года 20 самовольных уходов на территории нашего города было. И теперь все эти дети под контролем? Ну, с кем-то проводится индивидуальная профилактическая работа, кто-то передан под надзор, но специалисты все равно отслеживают динамику состояния ребенка, его эмоционального состояния, взаимоотношений в семье, потому что все равно просто так ребенок из семьи не уходит. Ну вот, кстати, а почему дети уходят из семьи? Это какая-то акция протеста, может быть, условия невыносимые становятся? Причины разные. Иногда просто ребенок, поругавшись с родителем, решил, вот сегодня не вернусь домой, переночу его друзей. Есть дети, которые из-за конфликтной ситуации уходят сразу в социально-реабилитационные центры, пишут заявление о помещении по личному обращению в связи с тем, что вот возникли конфликтные ситуации. Ситуации разные. Иногда вот была такая ситуация, что ребенок просто долго загулялся на улице, говорит о том, что я испугался вот вернуться домой, в результате начала в подъезде. Ну вот, это дети. Это дети, да. Ну то есть от условий, когда, скажем так, нечего кушать дома, да, или там родители постоянно злоупотребляют спиртным, от такого, таких случаев нет? По поводу того, что кушать дома нет, не было такой информации о том, что вот такие условия, чаще всего об этом сигнализируют соседи, о том, что родители злоупотребляют алкогольными напитками, ведут о социальном образе жизни. Тогда уже выезжают инспекторы полиции и помещают детей в социально-реабилитационный центр. Вот из этих 20 детей не могу сказать, что вот были конкретно дети, которые вот жили в таких условиях, и поэтому ушли из дома. То есть в основном-то, в общем-то, дети из нормальных семей? Да, из благополучных семей какие-то конфликтные ситуации. Или решили просто погулять. А бывает такое, что приходится разбираться, ну, скажем так, с менее серьезными проблемами? То есть мальчики там подрались в школе, дома, неудачно споткнулся, упал, ударился об кровать? В соответствии с действующим порядком в адрес комиссии поступает вся информация о всех фактах получения каких-либо телесных повреждений несовершеннолетними в различных случаях. И комиссия принимает решения по каждому случаю. Неважно, где это произошло, на улице, либо дома. То есть либо комиссия вместе со специалистами органов опеки выезжает в данную семью, обследует условия проживания. Если это какой-то незначительный ущерб здоровью, если можно так сказать, ну, например, обжег палец, и понятно, что здесь, наверное, не стоит уже ехать всем органам, в любом случае запрашивается информация либо в полицию, и они предоставляют, потому что в любом случае проводят проверку, что если есть признаки неблагополучия, тогда выезжаем. Если нет признаков неблагополучия, значит, комиссия уже не вмешивается в данную ситуацию. По поводу драк в любом случае проводим работу, встречаемся и с той стороной, и с той, и с другой стороной. Мы обсуждаем, что это все-таки не метод решения каких-то конфликтных вопросов. Ну вот как раз по поводу травматизма. У нас есть информация, что в ноябрьске как раз увеличилось число случаев, когда дети получают травму на отдыхе в батутном центре. Может быть, к вам поступали эти обращения, либо вы какую-то проверку уже ведете, потому что на самом деле травмы достаточно серьезные. На сегодняшний день есть в комиссии по делам несовершеннолетних информация о том, что ребенок получил травму. Комиссия, конечно, не имеет такого права проводить проверку, например, в частном каком-то батутном центре. У нас и полномочий специалистов, в принципе, таких нет. Но штатными сотрудниками комиссии изучены требования к батутному центру, к технике безопасности. Подготовлено и направлено информационное письмо в батутное центро о необходимости обеспечения безопасности детей во время пребывания. Также проведена беседа с представителем батутного центра, который объяснил, что все-таки это такой центр, где можно в любом случае получить какую-либо травму, какие бы меры ни принимались. Но даны разъяснения о том, что нет, вернее, существует запрет на пребывание детей без законных представителей. Если ребенок пришел без законного представителя, он должен иметь при себе разрешение родителя. На что был получен положительный ответ, что они проработают данный вопрос и примут дополнительные меры по обеспечению безопасности детей. Но это разрешение родителя, как это должно выглядеть? Это просто от руки написано на листке А4, я согласен с тем, что мой ребенок сегодня будет прыгать у вас на батутах. Либо это должен быть прямо нотариально, может быть, заверенный какой-то документ? Ну нет, конечно, нотариально нет. То есть они должны разработать форму и предоставить тому взрослому человеку, который приведет, например, группу детей на тот же день рождения, чтобы тот собрал согласие с родителем. Потому что родитель тоже должен понимать, куда он отправляет своего ребенка. И если он понимает, что это опасно и может привести к каким-то травмам, либо может самостоятельно приехать туда, посмотреть и рассказать своему ребенку, как нужно себя вести. То есть мы в первую очередь, как родители, должны нести ответственность за безопасность своих детей. Ну вот еще такой момент. К нам в редакцию часто поступают жалобы от жителей города. Многие видят, как родители вместе со своими несовершеннолетними детьми заходят, свободно заходят в магазины, где продается алкогольная продукция. Вот существуют ли какие-то законодательные ограничения? И во все ли такие магазины нельзя заходить детям? Ежегодно проводится проверка таких магазинов, действующих на территории муниципального образования города Новопрест, где запрещено нахождение детей даже в присутствии законного представителя. Это магазины, которые реализуют только алкогольную продукцию. На сегодняшний день у нас на территории запрещено пребывание несовершеннолетних в 12 таких торговых точках. К сожалению, отсутствуют основания, например, для признания такими магазинами, как красные и белые, хотя основная продукция алкогольная. И здесь же нужно опять понимать, что это родитель должен понимать, куда он может заходить со своим ребенком. То есть ограничения существуют, но в любом случае, я думаю, что это все-таки ответственность наших, взрослых людей. Это просто ограничения рекомендательного характера, или есть какие-то, может быть, финансовые наказания за это? На сегодняшний день отсутствует административное наказание за нахождение несовершеннолетних детей даже в присутствии законного представителя на территории таких магазинов. Запрет существует, но как бы просто обязывает родителя понимать, думать, что он делает, зачем он это делает, может он избежать этой ситуации или не может. А сами несовершеннолетние, которые употребляют алкоголь, часто попадают под ваш надзор? Много ли у нас в ноябрьске таких детей? На протяжении двух лет у нас наблюдается незначительный рост такого количества правонарушений, что вызывает, конечно, небольшое, если так можно сказать, неудовольствие, недоумение, почему у нас дети решили, что они могут вообще потреблять алкоголь, справлять дни рождения, снимать квартиры и праздновать праздники, употребляя данные напитки. Были приняты меры, вплоть до того, что были обращения к специалистам, которые действуют на территории города, которые сдают жилье, чтобы они понимали, кому они сдают жилье, обеспечивали также отсутствие там несовершеннолетних, которые могут злоупотреблять алкогольными напитками. Также проводится разъяснительная работа среди детей, к чему это может привести. И мне так кажется, что просто дети думают, что вот они отпраздновали день рождения, никто не узнает, и ничего мне за это не будет. Если я хороший, если я медалист, если я такой замечательный, и семья у меня хорошая, то значит, меня не поставят на учет. Конечно, может быть, и не поставят на учет, но каждый ребенок, каждый родитель должен понимать, что даже если делается запрос в адрес комиссии, состоял несовершеннолетний или не состоял на учете, параллельно делается запрос, привлекался он к административной ответственности или нет. То есть здесь уже не важен факт самого состояния на учете, важен факт, что ты привлекался как несовершеннолетний за употребление алкоголя. Поэтому здесь дети просто должны об этом задуматься. А если все-таки поставят на учет в будущем, как это может отразиться? Вот я еще раз объясняю, что сама постановка на учет, она как таковой роли, веса для несовершеннолетнего при поступлении в какое-то учебное заведение, при трудоустройстве, может быть, и не будет влиять. Но вот именно в каких-то общественных делах или при поступлении на какие-то определенные должности будет запрашиваться информация о привлечении к административной и уголовной ответственности. То есть там даже не ставится вопрос, состоял ты на учете или не состоял. А в базе данных в любом случае сохраняется информация, что привлекался к такой мере ответственности. Поэтому, конечно, нужно понимать, что ты делаешь и зачем. Просто могу привести пример, что один взрослый человек, живущий на территории ЕНАУ, хотел быть волонтером на Олимпиаде, которая проводилась у нас в Сочи. Также подал документы и был сделан запрос, привлекался к административной и уголовной ответственности. Это вот норма такая. И оказалось, что, будучи несовершеннолетним, привлекался за какое-то правонарушение, будучи несовершеннолетним. Этому человеку было отказано. То есть мечта человека не сбылась, лишь из-за какого-то поступка. И вроде бы не смертельно такое. Томное пятно на репутации все-таки остается. А что касается несовершеннолетних, которые все-таки попадаются на совершение тяжких преступлений, у нас есть такие дети? И как им помогают в дальнейшем адаптироваться к жизни? Если мы говорим о том, что у нас несовершеннолетние находятся в исправительных учреждениях, на сегодняшний день у нас за тяжкие преступления двое несовершеннолетних отбывают наказание. И четверо несовершеннолетних отбывают наказание за частое совершение уголовных преступлений и за отсутствие возможности создания условий уже в таких реальных условиях хороших для их дальнейшего развития. В прошлом году у нас трое несовершеннолетних отбывали наказание в воспитательных колониях за тяжкие преступления. При возвращении, если несовершеннолетний еще является таковым, естественно оказывается помощь в его дальнейшем обучении, если есть такая необходимость, либо его трудоустройство. То есть проводится его ресоциализация с привлечением опять же субъектов, которые действуют на территории города. Ну вот эти исправительные учреждения, они подростков не ломают? Сложно сказать. Не могу дать однозначного ответа. Я, просто работая с теми детьми, которые вернулись, ну вот один несовершеннолетний, который вернулся в этом году, поступил в учебное заведение, и когда мы с ним беседовали, он говорит о том, что ему это помогло. Не вот понять какие-то вещи в жизни, помогло получить, уже он получил профессию, и как бы у него цели достаточно хорошие, он понимает, что он делает, и не собирается больше совершать каких-либо преступлений. Но мы знаем по практике, что есть другие ситуации, когда человек выходит, какой-то период времени, когда ему оказывается помощь, он как бы достаточно успешно ресоциализируется, но спустя какое-то время все равно встает на этот путь. Татьяна Васильевна, в завершении беседы, может быть, вы хотели бы обратиться к родителям, к самим несовершеннолетним? Что-то, может быть, есть сказать? Ну, первоначально хочется всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья, благополучия, особенно семейного благополучия, раз мы работаем с семьями. Пожелать, чтобы дети были более благоразумными, думали, что они делают, и зачем они это делают, чтобы все их поступки были направлены только на хорошее, на успешность, и чтобы семьи у нас все-таки были здравомыслящими, понимали, что праздники есть праздники, но дети – это та часть нашей жизни, которая самая главная, нужно думать о них. В первую очередь, особенно в праздничные дни, хотелось бы обратить, чтобы люди понимали, где они находятся, что они делают, чтобы обеспечили безопасность своих детей. Будьте счастливы, здоровы! Я, в свою очередь, хочу вас поблагодарить за то, что вы честно ответили на наши вопросы. И напомню, что наша студия открыта для всех, и если у вас есть интересная тема для разговора, мы готовы ее обсудить. Телефон редакции 49 99 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова